Доброе утро! 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 что мы начали какие-то кошки, которые взлетали, хотя бы взлетали эти ямы, которые есть на этих дорогах. Но мы не имеем такой возможности, на жаль. Нема заперечений? Давайте за это проголосуем. А кому в Киеве? Министерство инфраструктуры. Да может и Министерство инфраструктуры имеет смысл? Да у Казах Министерства инфраструктуры это так. Так знаете, сегодняшний день наш... Ну давайте сделаем, если... Нема заперечений? Нема. Тогда Министерство инфраструктуры. Три инстанции. Министерство инфраструктуры, обл администрация губернатора и обл автодора. Так? Да. По запросу. 28. Кто был? Против. Наши работы. Так, на сессии Южно-МИСКОЙ РАДИ запрошены керевники структурных педагогов в МИСКОЙ РАДИ, служб и коммунальных предприятий МИСКОЙ РАДИ. Представники засобів масовой информации МИСКОЙ РАДИ. Про надання згоди Управлению архитектуры за місто-будування Южно-МИСКОЙ РАДИ на передачу вартості проведених поліпших робіт... ...интерпетація вам подаються. ...и питання номер 51 меняється на таке. ...про внесення збір до решення Южно-МИСКОЙ РАДИ від 2014-2012 року. Про надання фонду коммунального майна Южно-МИСКОЙ РАДИ земельної ділянки площею 0,1195 гектар. ...постійне користування під будівлею відділення зв'язку... ...відділення зв'язку, зрозуміло, так? ...нашого місця. ...Одеська область, місто Южно-МИСКОЙ РАДИ. ...там технічна правка, це рішення ми приймали, але там треба прочити, що воно не тільки під розміщення, а ще й під обслуговування. ...кому що в класифікаторі написано розміщення та обслуговування. ...під обслуговування треба додати. ...добре, следуючі питання. ...депутарської комісії. Надійшло пропозиція зняти з порядку, де нам такі питання. ...про затвердження програми розвитку систем... ...номер 49. ...про затвердження програми розвитку системи оповіщення та інформації цивільного захисту міста Южного на 2009-2015 роки у новій редакції. 52 питання. ...про дозвіл на коригування комплексної схеми розміщення пересувних та стаціонарних підчасових споруд в 24 районах міста Южного. 53 питання. ...про дозвіл на коригування комплексної схеми розміщення пересувальних та стаціонарних підчасових споруд в межах громадського територіального центру міста Южного. Нема питань? ...про дозвіл на 2014 рік за твердженою рішенням Южницької міської ради 2022-2014 року. При що йдемо? Мова йде про те, що в нас є резерв палива, але ціна стара і її треба збільшити. 890. ...збільшилось без топливу. І на випадок того, що якщо, не дай Бог, буде стихійна біда якась, або навіть виходячи з того, що може світло в нас виключати, ви знаєте, що виключає колон. І нам треба буде переключати генератор і треба буде спалено. І треба збільшити ціну в резерв. Це в резерві. Якщо не треба буде, ми його нікуди не будем використовувати. Для того, щоб ми потім не збирали сесію терміново і в більшу офіцію. Нема заперечень? Чи є заперечень? Нема? Так, якщо нема заперечень, тоді давайте ми проголосуємо в цілому за порядок денних. Хто за порядок денних? Прости. Проти. Утримали. Рішення прийнято. Переходимо до вговорення порядку денного. Це додаткового питання потрібно на перш бюджет. Перед зміновим бюджетом. Ну, не це питання. Так, про сихітерят першої сесії Южницької міської ради 6-го в Квикені. Згідно наданого вам проєкту рішення. Помагаємо Олександр Іванович, керівник сихітеряту сесії, Степанець Наталія Китрівна відповідальна за ведення протоколу сесії. Нема заперечень? То запрошуємо. Про затвердження плану роботи Южницької міської ради на 2015 рік. Є питання? Нема? То запрошуємо. Проти? Утримались? Гречки не було. Верчають документи. Про затвердження міської програми, підтримки аудіо-візуальних засобів масової інформації, комунальне підприємство Южницька міська студія «Тове бачення мілі». Засновником ефір є Южницька міська рада на 2015 рік. Є питання? Ні. Проти? Утримались? 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 Риня. Про затвердження плану діяльності Южницької міської ради з підготовки проєктів розглянути актів та регуляторних актів на 2015 рік. Не позовно. Хто запрошу голосувати? Хто проти? Риня. Продання згоди Управлінню амфітектурою та містобудування Южницької міської ради на передачу вартості проведених поліпшень робіт з реконструкцією… Ми його зняли, так? Ні-ні, це заміна вже. А, ми замінили, так. Реконструкцію та капітальних ремонтів основних засобів. Нема питань? Хто запрошу голосувати? Хто проти? Утримав? Приня. Про затвердження порядку використання коштів передбачених в міському бюджеті взяти кривки засобів масової інформації. Поговорили? Нема? Хто запрошу голосувати? Проти? Утримав? Приня. Про внесення змін до рішення Южницької міської ради від 19, 12, 13 років про затвердження структури апарату ради, апарату виконавчого комітету та виконавчих органів Южницької міської ради шостого скликання в новий редакт. Знаєте про що мовити? Є сворочення першого заступника, якого давно в нас нема і цю штатну, не цю, а просто штатну одиницю, щоб вони збільшували передати в управління житлово-комунальне господарство на рівні заступника бід ділу. Нема заперечі? Хто запрошує? Хто проти? Утримався. Приня. Про затвердження порядку використання коштів передбачених в міському бюджеті. Тобто кожного року приймаємо на наступний рік. Хто запрошував? Хто проти? Утримався. До внесення змін та доповнень до додатку рішення Южницької міської ради від 19.12.2013 року про затвердження заходів та завдань програми реформування і розвитку житлово-комудального господарства в місті Южному на 2014 рік. Відпрацювання. Де питання? Відпрацювання. Ну, ми розмачивали цей вопрос. Собственно, непонятним осталось, в якому змінені туди бросять. Відпрацювання. 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 Зміна до 2014 року? Зміна до 2014 року. Зміна відпрацювання з цією оптимізації відпрацювання програми Вивод засідання комісії. Відпрацювання. Відпрацювання. Я понимаю, що Управління Микола Коммунального господарства Малаком, Містеря, Викторович, компетентер коммунального підприємства ежегодно дають предложення, которое було би хорошо выполнить в рамках этой програми в текущем году. Обйом финансірування не всегда позволяє нам полном обйомі обеспечити всі західні передбачені програми. Тому Викторович, Малаком, Містеря, Викторович, оптимизує вибрати в 2014 році. Наступне питання це заходи це вноситься до програми 2015 року. Тобто все, що воно вибрати в 2015 році, має вибрати в 2014 році. Викторович, я хочу звернутися до голів депутатської комісії. Я вас дуже прошу. У вас є таке право. Якщо ви засідаєте і є у вас питання, ви можете запрошувати заступника, другого начальника управління і працювати до тих пір, поки вам не роз'ясняють. Поки ви не зрозумієте, про що йде мова. Але зараз на сесії ми будемо виясняти, бо я щось там не зрозумів на депутатській комісії. Я думаю, що це не так. Тому вам дали пояснення, а ви говорите, що це нормально. Справа думаєш, що ми не розвятим 9 питання, то 10-та відключається. Треба все приймати. Треба все приймати. Голосуємо? То завтра щось приймати. Треба все приймати. Про затвердження міської програми соціального захисту окремої категории населення на 2014-2016 роки в новій редакції. Наш на сегодняшний день действует программа «Городская» на 2014-2015 год. В связи с необходимостю внесения изменений и дополнений, ви обратили, наверное, внимание, добавляться некоторые пункты данной программы. Это и с 2015 года финансирование на данное предоставлення ежемесячной стипенди ветеранам и болидам войны и участникам в этом действии, которые использовались в 80 и больше лет. И в этом году уже первый этап – это приобретение болеров с материалами для ветеранов и неработающих пенсионеров по решению картинного совета и оплата услуг по подключению данных болеров в коммунальную депутацию. И, естественно, возможность такой установки еще в 2015-2016 году для самых-самых наших незащищенных официй, которые на сегодняшний день в связи с отключением отвергачьего заслужения оказались в затруднительном. В принципе, вопрос отрабатывался в комиссиях, в социальной комиссии, и поддержала. Уважаемые депутаты, послушайте минуточку. Вы знаете, что вчера на заседании Кабинета Министров была принята программа дальнейшей перспективы развития целого нашего государства, да? В данном плане экономического, в данном плане и так дальше. И вот тот вопрос, который говорит сейчас на Моргетске, может, мы сегодня примем? А шоссе сидит в духовном музее? Если примут другой закон, то, а Вы знаете, что в проекте, вот если бы он выбирал, что лишаются все львовы. Никаких пенсий, не пенсий, степень, доплат, социальных выводов там, и так дальше. Кромы, детей, инвалидов, и там... Сиропы. Сиропы и всё. Поэтому надо принимать, надо принимать, если что мы потом будем носить поправку, но я Вам хочу сказать, если можно, я Вам хочу сказать, что если вот это всё будет принято законодательно-законодательном уровне, если мы не сможем даже с бюджета помогать незащищённым, незащищённому там, слоё население, это будет просто фокусство. И не только в нашем городе. Мне сложно себе представить, какие будут, вот чем это всё закончится. Я потом в конце, я потом в конце зачитаю это вопрос социального. Все решаются, все львовы там, пенсии 65 лет, все... 90, там, сколько, допустим, пенсию, если можно было сегодня заработной платы этого года, сколько зарплаты, пенсию начисляется, сейчас заморожат 2700 гривен. И всё. И где-то будет сняться пенсия. Независимо, сколько ты получал в течение года. И так дальше. Поэтому давайте проголосуем, а дальше... Да, зададим. Стоимость неработающих пенсионеров? Неработающих... 4 тысячи, да? Всего пенсионеров 6 тысяч. Неработающих. Неработающих... 4 тысячи. 4 тысячи. Мы эту программу принимаем ради программы. Эту программу, я думаю, так, надо разделить. Первое. Вы сказали, малоимущие и неработают. Я так думаю, что у нас начало принять эту программу для не малоимущих. А когда мы выполним программу по малоимущим, тогда уже не работающим пенсионерам. Да не когда мы не трём тысячам. Пенсионерам не поставили... Программа предусмотрена именно для малообеспеченных категорий населения. И не работающих. И не работающих. Малоимущих. Болера. 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 Болера малоимущих. Болера. Болера малоимущих. Болера. Электрический. Идёт комиссия. Изучает. Детально изучает. Насколько он нас обнуждает. Адрес. Адрес. Очень многое возили поддержку. И не работающих пенсионерам. Почему? Роман, ну ваши. 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 Так, еще вопросы есть. Голосуем. Кто за? Что голосовал? Комиссия по волерам. Текстуя. 26. А ты, что я знаю. Кто против? Потреба. Приятно. Розвільнення громадской організації «Війська спілка ветеранів Афганістану» та громадської організації «Южнівська міська рада ветеранів Южної Одескої області» без сплати відшкодування експлуатаційних витросток 2015 рік. Голосуемо? Кто за? 25 за. Хто против? Утрималось? Приятно. Прогадання згоди комунальному підприємству «Міський житлово-комунальний центр» на продовження терміну дії договору «Козички» уплатно з фізичною особою підприємцем Ребенчуком Іваном Миколаївичем 2015 року народу. Профільні комісії рекомендують підтриматися. Хто запрошує голосувати? Хто проти? Утрималось? Прогадання згоди комунальному підприємству «Міський житлово-комунальний центр» на продовження терміну дії договору «Козички» уплатеного з громадської організації «Спортивний двук» з вивчення східних єдинобоз «Кемпо» на 2015 рік. Прогадання згоди комунальному підприємству «Міський житлово-комунальний центр» на продовження терміну дії договору «Козички» укладеного з громадської організації «Южнівське міське козацьке товариство» на 2015 рік. Профіль комісії відмовили. Профіль на 50 днів? Так, так. Ну це доставити на голосування. Був подвал, ми били на відкритті. Був подвал, святого подвала, козаки зібралися. Зробили за приморщену ординацію. Зробили? Це інше. До приморщення. До приморщення. Зави на голосування. Так. Хто за дану пропозицію? Хто за даний проєкт рішення? Прошу висловати. Раз, два. Рішення електриєм. Так. Так. Наступне питання. Про надання згоди полукомунального майна Южнівської міської ради на продовження терміну дії договору, позички укладеного у громадської організації комітет протидії корупції на 2015 річ. Звукній комісії не підтримали відмови. Так. 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 А комісія була відроблена. Так. 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 Кто против? Приводнение ввода коммунального объекта, МИСКИЙ ЖИТЛОВОЙ КОМУНАЛЬНИЙ ЦЕНТР НА ПРОДОЛЖЕННЮ ТЕРМІНУ ДІЮ ДОГОЛУ ХОЗИЧКИ Укладывается в ГРОМАНЬСКО ОНІЗАЦИЮ МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР РОЗВИТУ НА 2015 РИК. Комиссия рекомендувала их тримати. Кто запрошу вас, кто против? Кто против? Один против. Утримались? Приводнение ввода коммунального объекта, МИСКИЙ ЖИТЛОВОЙ КОМУНАЛЬНИЙ ЦЕНТР НА ПРОДОЛЖЕННІ ТЕРМІНУ ДІЮ ДОГОЛУ ХОЗИЧКИ Укладывается в ГРОМАНЬСКО ОНІЗАЦИЮ СВІТЛО МИРУ на 2015 РИК. Рекомендувано поддержку. Приводнение ввода коммунального объекта, МИСКИЙ ЖИТЛОВОЙ КОМУНАЛЬНИЙ ЦЕНТР НА ПРОДОЛЖЕННЯ ТЕРМІНУ ДІЮ ДОГОЛУ ХОЗИЧКИ Укладывается в ГРОМАНЬСКО ОНІЗАЦИЮ СОТНЯ В МИСТІЮ ДЮДІЮ ДЮДІЮ. В КОМИСІЇ ВІДМОВИЛИТЬ СЕРОЕ КОЗАЩЕ, АЛЕ ТУБ ТАКЕ БУЛА ПРОПОЗИЦИЯ. ОТЦЕ, РОМАНЛ СИГ, ОТЦЕ НА ПРИМОРСКИ, НА БУДІВЕНЬ. НА БУДІВЕНЬ. НА БУДІВЕНЬ. ТАМУ ШО ВОНИ ЗАКТОВЕЙТЕ РОСТРУПЛУЮТЬ ЕЙЯКСО. ТОМАС, МОЙ, ЭТО, ЕЙЯКСО. ЗНАЕТЕ, В ЧОМУ ПОЧИТЬ? ТАМ ВОНИ ДАЮТ? НУ ДАВАЙ, ЛАРИЦЕ ВЫДАЮ ЕЮЩИ. Ну, в принципе, пришли сейчас к такой договоренности, что это помещение будет активно использоваться с поддержкой той же сотни города Южного, и оно будет использоваться тоже общественной организацией. Поэтому, наше детское, детский театр, который у нас активно выступает во всех мероприятиях, 60 человек детей, которые у нас на день города всю программу сделали в прошлом году праздничную, которую мы проводили в 9-летию города. Они просят сейчас помещение, и с казаться-то сотней, это согласовано графики использования этого помещения, будут поддерживать его. А что дети мне отдать? Потому что соль, потому что соль, потому что соль. Если вы использовали помещение, ну вот так же ж нельзя. Помещение не используется в том значении. Ну вот, если вот так вот дети будут использовать. Пусть придут те, кто будет там заниматься, им точно так же дадут ползочку. Но нельзя, когда сотни берет, на каких-то договорах, значит, туда приходят, занимаются другие, нас за это круг штрафовал. За то, что там было написано одно, размещаются другие, за это большинство. Это суборенды уже. Суборенды при козочке не предусмотрены. Поэтому детям не откажены. Пусть придут те, кто будет на кодекс. Ну давайте тогда изучим, может быть, если вы на своих соседях. Пусть не может отказать. Или сейчас давайте сотни отказывают, есть правильное решение. Сонни отказываем, я не буду приходить. Нет, тогда нужно детям передавать его как-то. Да, это включает договор. Видите, напишут заявление. Да, договор, договор. Ну, сонни надо так отказывать. А если мы откажем, мы уже откажем, надо перенести вопрос. Давайте перенесем. Ну, послушайте, секундочку. Да, я о чем и говорю. Но если мы сейчас откажем только к козочке. Представляете, что мы забираем здание? Здание за ним остается. Оно, как я? Козочке является аналогом договора аренды. Если мы не продлеваем договор к козочке, то автоматически аренда сам не снимается. Имеем право прийти желающих туда. Обязательно похищение даже на кодекс условиях, если они не отобрали. А что мешает сотне свою программу внести работу детского клуба? Без всякой солдарей. Это как будто мы начинали. Это казаки. Подожди, подожди, подожди. Подожди, подожди, подожди. Подожди. Еще раз, Андрей, это юрист. Мы тоже подчеркнили, что если мы сейчас не даем козочку. Если мы автоматически расторгаем договор с адвокатом. С 1-й ряда, с 1-й ряда, с 1-й ряда, с 1-й ряда автоматически мы закрещаем договор. Оно орны свобода и повещает. За декабрь, до дня. А на дня понятеля будет написано заявление, будет... заявление на... ...почетов... 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 ...давайте перенесем. Они же ничего не знают. ...наверно поставят. Давайте перенесем. Я думаю, что мы будем бюджет... Владимир Николаевич, можно... ...всем пригласили на комиссию. Это не один раз у них отрабатывается. Значит, мы можем им не отказывать, но у них договор в розочке ровно на год. 31 декабря у них договор этот закончится. Даже если мы не откажем. Или перенесем. У них закончится этот договор. Они подпишут договор на просто... ...на обычный договор аренды. Они должны... ...конкурс. Они берут преимущество, потому что они сделали... Давай теперь, может, они сами откажутся. Давайте перенесем. Давайте перенесем. Давайте на следующей сессии. Мы до нового года еще будем собираться. Кто должен принять правное произвещение? Перенесем в следующую сессию. Кто завтра ушел? Пусть разбирают. Проти. Проти. Поднималось, потому что... ...потрясение. Право, Танят, вводит коммунального предприятия мирового коммунального предприятия на продолжении терменности договора в розыне мирового укладенного Юдинской мировой сплten союз Чернобиль за 2015 р. Комиссия рекомендувала Петре. Кто за, кто за, кто за? Единственное, что вы отметили, что там отчетка не прямая, а Ленина-2. Кто за, кто за? Ленина-2. Против. Утримались. Принят. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова на продолжение термина дении договора, вложенную вкладывание с юзинским товариством инвалидом Одессы области в 2015 году. Рекомендовано Петре. Кто за? Кто против? Витримались. Редактор субтитров А.Егорова Комиссия рекомендувала Петре. Кто за? Кто против? Один против. Утримались. Одином отримались. Решение принято. Приводнение сгоди коммунального предприятия, миски житлово-комунального центра, на продолжение термина дении договора в позицию, укладенного с громадской организации «Дитя-Чернадский футбольный клуб Докер» на 2015 году. Комиссия рекомендовала не підтриматься. Потому что, наверное, сейчас она на яркую деятельность здесь. А Приморская 11? А где она? А Приморская 11 там? Там где-то школа находится. Портовики. Кто там у нас здесь? Кто-то знает, что это? Просто, чтобы она не была, чтобы профсоюз спорта не был. Давайте сделаем предложение. Давайте перенесем и начнем с этого вопроса. Потому что он будет легко, а потом опять же это делать. Просто по этому адресу ничего нет. По этому адресу ничего нет, как здесь, ребят. Не бывает? Ну все, но не бывает. Кто за, что выяснили? Кто за, что выяснили? Кто за, что выяснили? Да, да, да. Кто за данный проект лично, то, что выяснили? Четыре. Третье решение не приняло. Загадание згоди коммунального предприятия, міський житлово-коммунальный центр на продовольный термин и договоры вкладного с громадской организацией вкладного сухоревства, хворясь сукровым диабетом в Министе Южном 2015. Рекомендовано, что подтримы. А что это такое вообще? Я пить на боякомладе. А что это такое вообще? Гемики 18, колясочная. Там ты вердя не спать про организацию. Про организацию. Таман Сеевич, я вас хочу спросить. Будь ласка, скажи, что это за реактор? А я перше чую про товариство хворясь сукровым диабетом. А что мы не понимаем? Чем мы с нами познакомимся? Гемики 18, колясочная. Там працює оця организація людей, которые занимают диабетом. Там лики одерживаем. Там одерживаем апараты для визначения ревня цукру в крови. Там замовляемо все эти препараты и апараты. Там постоянно идет работа. А медики наши этим не занимались? Чего? Медики наши этим не занимались. Медики, скажем, они выписывают какие-то лики. Ну, Оля Васильевна, не треба так медики выписывать, какие-то лики. Медики выписывают лики на 240 тысячи людей. Поэтому, какие-то лики не треба. Это организация старая, давно работает, и их надо поддерживать. Люди взлетают, они не любят тупи, да? Много журнального добавила, что здесь даже дело не ликарство, а дело в том, что они между собой общаются. Веченька, психология больных, одно и то же серьезное болезнение. Больная, вот я себе, как вы же видите рекламу по телевидению наши известные партизеры. Я больная, но я себя чувствую хорошо. Психология человека, пожизнаноколичную, и так далее, и так далее. Проблемы с лекарствами, и все прочее. Как себя вести, как есть, как общаться, и так далее, и так далее. Вот это самое главное все. Хорошо. Медики. Кто за, прошу голосовать? Давайте. Кто против? Утримался. Прогнозание сгоди Коммунального підприятия МИСКИЦКОКОМУНАЛЬНИЙ ЦЕНКР на продолжение терміну ДОГОРУ ПОЗИЧКИ укладено в Громадскую організацію христианскую міссию ФИЛІЇ НАДІЯ МИЖНАРОДНОЙ АСОЦИАЦИИ Христиан Веренева Альфа та Омега. МИЖНАРОДНОЙ АСОЦИИ ПОЗИЧИТА 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 ДОПОМОГИ ИМЕДИЦИННИЙ КАТАСТРОФ ВДІЗПЛАТИ ВОДІЗПЛАТИ 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 ЕКСПЛАТАЦІЙНИХ ВИТРАТ за 2015 рік. Приймаємо? Репомендовано підтримати. Хто запросує? Чотири�... ПРОТИ! Потримались. Винять. Розвольнение от сплаты и отшкодования экспозиционных битров Южно-Экстамбергу МВС Украины в Одинскому году за 2015 год. Кто за? Кто против? Кто против? Утримаем. Продание флоти Фомбука коммунального майна Южно-Минской Ради на замовление работ и проведение технических инвентаризаций дороже на выготовление технической документации. Я хочу спросить, вы технично будете документацию делать, а дороги МИЗа и Митератена Палас сюда входят в эту программу? Мы делаем инвентаризацию, потому что не находятся. По Южному есть тоже участки, которые не взяли на баланс. Мы инвентаризация покажем? Мы инвентаризацию нету. То есть отдельный вопрос нужно. Чтобы взять все на баланс, что-нибудь. Когда будет сделана инвентаризация, мы должны... Сейчас, если мы поставим дороги МИЗа, то будут три раза больше, чем три стиха дороже. Мы все равно ими заниматься надо. Мы должны поставить их на баланс, а хотят работать инвентаризацию. Это отдельный вопрос. Нет, инвентаризация проводится от того, что есть на балансе. Конечно. Почему? Что это просто? Нет, не, нет. Инвентаризация проводится от всего. И на основании инвентаризации можно написать во время инвентаризации. Мы не любим инвентаризаций. Всего. Поэтому инвентаризируется все, что есть на балансе. А если на балансе нету, например, дорог низа, то их надо ставить на баланс. А на какой период она, когда финал будет? Первая. Так, давайте голосуем, а я подниму ТМП. Кто запрошел? Мир, то все дороги внизу. Давайте это сделаем в городе Южном, в том числе и Мизе. А что в том числе? Дороги Южного. Все дороги в Мисте Южного. Дороги, Мисте Южного. Все правильно, голосуем. Все дороги в Мисте Южного. Все дороги. Стокроты. А теперь давайте мы чуть отвлечемся и вот вернемся к этим дорогам и может быть даже в Мин. Будет, понимаете, может получиться так, что для тех, что было справедливо, я к чему говорю. Например, на Мисте сегодня прописано 200 с чем-то человек. Да? 200 с чем-то человек. В городе Южном проживает и прописано 32 тысячи. Если у нас дорог получится в Мисте в 3 раза больше или в 4 раза больше, чем в городе Южном, и мы будем тратить бюджетных денег в 3 раза больше, чем в городе Южном, посчитайте, сколько на одного человека жителей города Южного будет тратиться денег. Теперь, я считаю, что было бы правильно, и мы как-то говорили, и люди как бы к этому со мной согласились, в том, что если мы считаем, если мы выделяем бюджетные деньги, бюджетные деньги, бюджета развития, мы делим в среднем на одного человека города Южного. Если человек живет в городе Южном, например, какая-то часть живет на Мисте, мы ту часть, отдельная строчка, на Мист выделяем, чтобы были все люди, все жители города Южного в одинаковых условиях финансово. Правильно? Не по площади, а по количеству проживающих. Потому что если человек... Проживающих или прописанных? Проживающих. Хорошо. Прописанных. Почему прописанных? Если человек, прописанный в городе Южном, а не прописанный на Мизе, на него бы тратиться денег здесь, на Мизе. Понимаете? На Мизе, на Южном. Поэтому, для того, чтобы было, как мы справедливо, человек работает в городе Южном, независимо, где он живет, он платит налоги. Раз он платит налоги, эти налоги должны распределяться на тех людей, которые платят налоги. Если я живу на Мизе, а я плачу налоги в бюджет города, значит, дайте мою долю, потому что с бюджета города, дайте мне на Миз, потому что я там живу и там прописан. А если я прописан в городе Южном, значит, моя доля идет на дороги, на все благоустройства в городе Южном. Это честно и справедливо. Правильно? Пожалуйста. Правильно. Мы тратим здесь. Но есть вопрос такой. Раз наши там люди живут и, в принципе, и ходят сюда, и на заводы, и в порт, то есть есть предложение. Другое. Когда мы меняем старые дорожки и ставим новые, красивые, дорогие, то вот эти старые давайте хотя бы использовать там. Это разные вещи. Это разные вещи. Мы говорим о финансах. И это финансы. Потому что говорят, и это бросовые, вторичные, нельзя там использовать. Это можно. Это нужно, не можно. Ну, почему? Это надо решать сессии, дать право. Вот давайте. Подготовим следующий вопрос. Ну, у нас сегодня есть там уже организация. А если будут на балансы дороги, как вы туда перенадите? Надо ставить. Вот надо ставить на балансы, на дорогу на балансы. Владимир Николаевич, вот такой вопрос надо делать сессионным все-таки решением для того, чтобы нужно было вторичное. Вот это бэушное. Люди готовы и прогнозить за что-то. Сначала на баланс нужно поставить. Я абсолютно согласен. Поставим на баланс, выберет. Владимир Николаевич, я понимаю ваше предложение, но совершенно с ним не согласен. Почему? Потому что сейчас мы пересчитаем. Если пересчитаем, как вы сказали, значит Химиков 14, 15 подъездов. Вот давайте деньги выделим на Химиков 14. А не так, что отдельный дом стоит у нас с одним подъездом. А вы его отремонтировали, лифт поставили. Так они уже свои деньги выберли на 5 лет вперед. По такой логике. Дальше еще такую логику включить. Завтра Лиманский скажет, что скорая помощь один раз туда ездила, все достаточно. 10 раз она должна ездить на Южный. Да нет такого подхода. Если там какая-то нужда есть, то надо это делать. И тем более на дороге там еще не было затрачено ни копейки. Там все сделано людьми, которые там живут. Это раз. Не было затрачено на освещение ничего. И на все, что там происходит. И последнее. Вот вы говорите про баланс дорог. Завтра заметет там улицу и люди не смогут добраться в школу. У ЖКХ не сможет, скажите. У нас этой дороги нету. У нас этой дороги нету. И что дальше? Мы решили проблему. Мы вообще неправильно подходим. Уважаемые. Мы проголосовали и повторяли по инвентаризации. А вопрос вклада. Сергей Николаевич, давайте еще раз. Я буквально секунду, потому что можно до бесконечности говорить на эту тему. Мы четко должны понять, что определив их в ходе инвентаризации, что на низе есть дороги, все равно ничего нам не даст, потому что на баланс мы их не поставим. Это первое. Подставим почему. Потому что отсутствие технических документаций. Раз. Отсутствие проекта. Перечислять чего там нет. Но этот процесс нельзя бросить. Им надо просто заниматься. Создалась там организация. Так эта организация, извините, должна отрывать пятую точку от стула и начинать работать с финансовым отделом. Инвентаризация в данном случае должна помочь просто в выявлении факта о наличии этих объектов. А дальше их надо оценить. Проектные работы. И тогда только можно потратить свои средства на эти цели. Это все прекрасно знают. Давайте не сотрясаем воздух, а как-то начинать двигаться четко в данном направлении. Без оценки никакой организации. И так далее. А у нас так. Збудувалось все. Я не знаю на каких правах. Это не житловые домики. Это не было. Ну так что ж, где проектов нет? Это не было. Да не было. Есть. А я видел. Дорогие. Скажите, я тебе видел. Он не старел. 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 Так вы проголосовали. Да. 31-е. Учительное вопрос. Про внесенням изменения в южно-минской области. От 17-го року. Дорогие дозволу коммунального підприятия КПСР на оформление проекту дземного участка щодо введения земельной делянки. приблизно площадью 0,2451 гектара в короткосроковую аренду термину на 5 лет с правопередачей субаренду и второзмещения мисковой автостоянки за адрес отеста область мистою Южно-Триморско-Лярдно-Парково-Завод Центркомунальному предприятию Передима-Касерин Есть вопросы? Нет Кто заходил? Кто против? Утрималось Презодержание звиту про экспертную торшовую оценку земельного ділянки для сельско-господарского призначения, что находится в аренде физической опасности предприятия Андрея Татьяна Гавриевича площадью 0,70 гектара безмещения иснуючого мази и оно расширено за адрес отеста область мистою Южно-Парково-Завод на 20-3 Есть? Нет Кто за? Прошу в судах Кто против? Утрималось Президение звиту про экспертную оценку земельного ділянки для сельско-господарского призначения, что находится в аренде физической особи сельско-господарского призначения, что находится в аренде физической особи подприятия Иоганна Володимира Александровича площадью 0,174 до 100 000 гектара и для реконструкции магазина Mini Max для комиссионного использования расширено за адрес отеста область мистою Южно-Парково-Завод Иоганна Володимира Александровича Иоганна Володимира Александровича расширено за адресутым дефекциям 因為 21А cгн howут Questo exactly кто против Il Qué то что находится в аренде гражданку con Номес 55 000 If Продолжение следует... 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 Кто запрошил вас? Проти, що отрималися про внесення змін до рішення Южнівської міської ради від 2014 до 2013 року, про надання фонду комунального майна Южнівської міської ради земельної ділянки площою 0,1190 тисячника. Постійне користування відділення зв'язку за адресу ДНЮ. Постійне користування відділення зв'язку за адресу ДНЮ. Постійне спеціальному фонду міського бюджету на депозитних рахунках установок банків. Ну я думаю, що це буде, але давайте... Ні, ви можете скасувати, це ми скасовуємо. Розкасування рішення, так. Бо що ми не використали такі, вона була прийнята, але не використана. Хто за? Хто проти? Утримався. Зараз треба додатково розглянути на бюджет. Так, про внесення змін у додаток до програми створення матеріального резерву для запобігання ліквідації надзвичайних ситуацій, техногенного природного характеру та їх наслістю в місті Южному на 2014 рік, затвердженою рішенням Южнівської міської ради від 22-го 2014 року. Нема додатково розглянути? Працьовано питання щодо використальних поштів на цей країн. Зважаються, у нас підвищилась плата за використання теплопостачання і всі міти по установам проведені до фактичності вихованих справді. В цілому межі цього нормального форму, це застосовується в основному захищених статтей. Крім того, відносяться пропозиції поточного межідування, як вже окручували, на інженерні версії, на організацію харчування, це заробітна плата на жилокомунальну підприємство. На медичну медицинку, уерховенні вихованих справді, вихованих статтей. В оконоція забезпечення оплати, слідчасні оплати за застосовування не може. Продолжение следует... 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 Вот Григорьевского десанта 26. Очень хороший, поставили знак. Через этот переход есть дорожечка. Поставили знак о том, что пешеходный переход. Только вот я как водитель и как пешеход, я не могу понять. На одной стороне дороги зебры нет, а на этой стороне дороги зебры есть. То есть я вот здесь пройду по зебре, я остановлюсь, а дальше зебры нет. Вот так же нельзя делать. Я вам говорю, я как водитель понимаю, что здесь должна быть зебра. Как пешеход, я тоже хочу сказать, что мне должна быть гарантия, что на этом месте у меня не запьет ни одно транспортное средство. Почему делается половина, вторая половина писает? Вот это не ваша сайта, я просто скажу вам. Нет, я поднялась. И третий вопрос, значит я уже не буду Ольга Васильевна давать, чтобы вы записываете. Мы давно, как старые депутаты, помним, как мы выделяли землю, сзади строящегося восполкового, на большой фитоцентр. Мы две сессии не поднимали руки. Мы не давали эту землю, потому что это центр города. Потом, наконец, извините, уже все устали, дали под фитнес-центр. Мало того, там было записано протокольно, не знаю, я помню, что вы писали без изменения целевого назначения. В настоящее время, там сегодня магазин, в котором не пахнет ни лекарствами, ничем, пахнет обувью и трикотажными изделиями. Значит, если мы не можем ничего сделать, значит, есть предложение передать документы в прокуратуру, и пусть разбирается, почему с этой надписью целевого назначения используется здание совершенно по-другому. Татьяна, по вашим подвольным древним поручениям... Нет, нет, вы по фитнес-центру, я кто-нибудь не даю. По фитнес-центру, по фитнес-центру, по фитнес-центру, пожалуйста, наша архитектура, есть правоохранительные органы, готовьте документ, я его подпишу, и переходим к правоохранительным органам, как выполняются нормативные документы. Относительно дорожки безопасности, я могу ответить, но пусть время не кладет. Потому что надо чуть-чуть дать распирацию. Фитнес-центру, по фитнес-центру, по фитнес-центру, по фитнес-центру, нельзя назвать это спекуляцией, это больше, наверное, непонимание ситуации, наверное, это дефицит, то, что мы мало общаемся через массу информации, и, так сказать, не объясняем людям. Что такое капитальный ремонт дороги, который сегодня проводится на этом участке и революционного десанта, на капитальный ремонт дороги мы получаем деньги с государственной субвенцией, и никуда больше мы их потратить не можем, кроме магистральных дорог. Дороги, которые находятся в межквартальных, поездных домах, это дороги, которые принадлежат, так сказать, ответственности товарища Шестова, и они ремонтируются в дождей, либо за счет городского бюджета, либо за счет тех копейок, которые Шестова собирают в виде тарифа. Это вот тут по магистральным дурам так. Либо мы сегодня делаем это значительно позже, чем бы нам хотелось. Я хочу, чтобы депутаты и все, кто нас слышит, понимали и вспомнили этот год. Мы 7 месяцев в этом году возвращали долги в кредиторку за выполненные работы, в 2013 году. Город начал финансироваться на новые строительные объекты, объекты модернизации, капитального ремонта с августа месяца. Поэтому, а дорога, это надо было привести к пендрю, и так далее, все выдержать вот эти все процедуры, над которым стоит прокуратура и все контролирующие органы. Поэтому мы получили возможность приступить к ремонту, к ремонту дорог только в сентябре месяце. Раньше это практически не получалось. И то, что мы сейчас делаем, это непогоду, потому что у нас два выбора. Первый выбор. Либо мы должны эти деньги не усвоить и возвратить обратно в государственную казну, либо мы должны выполнить эти работы. Я еще раз повторяю, деньги, которые направлены и используются на Орелском десанте, они могут адресно использоваться только на автомобильной магистральной дороге. В отношении дорожки безопасности, которая там делается в этом. Это по правилам. Если бы министру не запланировали строительство или модернизацию этой дорожки безопасности, проект по капитальному ремонту дороги просто не прошел бы экспертизу. Он бы зарубленный, и, так сказать, угробленный, и покурольный. Мы в Южном, я хочу, чтобы вы понимали, мы в Южном выполняем те постановления в соответствии, в том числе и кабинетами министров, и состоящих министерств. Мы здесь не принимаем в этом направлении решения. Это первый вопрос. Второй вопрос в отношении ЗЕРБ. Татьяна Ивановна, я бы хотел, уважаемые депутаты, не только Татьяна Ивановна. Мы с Татьяной Ивановной встречаемся каждый день. Татьяна Ивановна, если есть вопросы, которые курирует Игрутовский, в силу своих служебных обязанностей, вы, пожалуйста, задавайте мне эти вопросы, когда мы с вами каждый день здороваемся в помещении, не надо, так сказать, поднимать этот вопрос, и, извините, я не хочу вас обидеть, ни в коем случае, но я хотел бы, чтобы, ну, я понимаю, выборы, я понимаю, 15-й год, и значимость этого года. Давайте будем более уважительно относиться... Более уважительно относиться... Более уважительно относиться... Я еще раз повторяю вас, я с вами каждый день совсем встречаюсь, есть какие-то вопросы, давайте будем обсуждать. В отношении зебры в этом году я все-таки надеюсь, что у нас будет хотя бы один или два дня сухой, нормальной погоды, и мы обязательно эту зебру на той стороне, на той полосе выполним эти работы, потому что пешеходный переход рисуется после окончания проведения капитального ремонта по дороге. Это в плане, и мы обязательно это сделаем. Все, что сказано, не снимается у вас обязанности, и наносить порядок, какие-нибудь пророчества. Нет, вопросов нет. Мы в следующем году заложили программу реформирования бюджета, посчитали все дороги, все проезды. По существу им ценам надо выделить полтора миллиона денег для того, чтобы провести ремонт асфальтного покрытия по нашему городу. Если вы на сессии выделите эти деньги, мы обязательно будут выкупы. На прошлой сессии у нас было протокольное отлучение, вот в Альканане есть ответ. Здесь вопрос касается гидрантов на мизе. В ответе определено, что два гидранта можно поставить, что схема согласована, и это определено стоимость. Но нужно и ставить срочность. Но бюджет в последующем мы на день забьем. Это надо как-то... Но бюджет в действительности зашлась, то нужно ставить посыланную срочность. Давайте вот забейте, возьмите на контроль, возьмите на контроль, бюджет и забьем, и будем финансировать. Так, Роман, Надежда Александровна, сейчас дочень. Уважаемые депутаты, мы действительно в последнее время очень часто выступаем. Макаконенко, Дербай и Шуменко. И я думаю, я тебе давала сегодня слово, буду молчать. Но в Евгении Николаевича меня, конечно, подняло. Потому что, уважаемый Евгений Николаевич, в городе давно сложилось мнение общественных бутатов. И вот все выступления, которые сегодня есть со стороны нас, это нам не прибавят, за нас у обновили там мнений, не убавят, потому что давно оно сложилось мнение, и у нас есть люди, которые нас уважают, и есть люди, которые нас ненавидят. Поэтому прекратите вот это говорить. Если человек болезненно выступает и говорит, это не значит, что он пытается там себе... В нашем возрасте нам уже не надо, это молодым еще надо связаться. Нам этого уже не надо. Ну и, поскольку я уже встала, и пользуясь тем, что здесь присутствует новый начальник милиции, я хотела бы сказать. Совсем недавно, уважаемые депутаты, мы рассматривали вопрос по земле по ЕМИКС-банку. Помните? И тогда, принимая решение, было сказано, обязать ЕМИКС-банк навести порядок вокруг территории. Помните, да? Так вот, кто сегодня там ходит, те заметили, что там мало-то уже ничего не наведено, там уже палатки появились новые, уже капитально устанавливаются, долговля у нас просто процветает. Уважаемый новый начальник милиции. Я вас очень прошу обратить внимание, потому что там нельзя торговать, но оно такое место проходное, и поэтому очень такое место... Приквизательное. Да, противательное. Там, когда Модессия придет, кажется, что архитектура все согласовала. Спасибо. 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 . Спасибо. Уже півтора месяцей. Спасибо. Андрей Викторович. Договоренность была, что на каждом подъезде будет информация, что до 23 декабря лифты будут все в рабочем состоянии. Так не шли устревали. Вот так не шли устревали. Удасться нам это или не удасться, но только мы приступили до модернизации 10 ноября, сразу было установлено так. 22 декабря, согласно тех срокам модернизации, какие предусмотрены. Пожалуйста, принадлежите. Уважаемый господин, я что-то не буду сказать. Знаете, до выборов еще одно. Давайте эти выборы будем как-то нибудь не говорить. Оно людей раздражает. Вообще закриви эту тему и все нормально. Придет время на стачек при выводу накопания и тогда входим. Это и готовство. Если я обеду кто-то сепутатом. Поздно нам уже сказано. Так. Пропоную закритку. Кто задану пропозицию, кто голосовал. Всем спасибо за работу. Всем спасибо за работу. Дмитрий Валерьевич, можно пару слов? Парус. Вы готовы? Да. Расскажите про заплаты, которые отлинили все депутаты. Что это за запросы? Я так понимаю, Вы тоже получили его. Это запрос от жителя города Южного Ордука, возглавляет Организацию Советских Офицеров, и он просит каждого депутата сообщить ему о своей деятельности. В принципе, суть запроса. Но это возможно ответить на это? Возможно, возможно, там не все, что он спрашивает, действительно подлежит ему. Я его формирую. Декларация за весь период, они не хранят у себя люди, они сдаются соответственным образом, и надо просто посмотреть по законодательству, какой круг, скажем, их распространяется. А в принципе, где можно ознакомиться с темой деятельностью, которую вел депутат? Ведь он должен ежегодно отчитываться о ней, я понимаю, по плане правительства. Депутат отчитывается в разных формах, форма непредусмотрена жестко. То есть он может встречаться с избирателями, когда он считает их удобным, назначает эти встречи, с ними общается. В какой форме он проводит, в форме собраний, в форме индивидуального обхода, он уже выбирает сам. То есть он, да, он, по-разному, может сообщать о том, что когда он проводит эту работу. Но, опять-таки, не забываем, что у нас половина сегодня депутатов избрана по пропорциональным спискам партий, у которых нет конкретных мажоритарных обходов. А в Мискураду он и мают называть какие-то звиты? Звиты? В Мискураду? Да, да. С вопроса и дядь. Мы просим наших коллег надавать отчеты о своей деятельности родителей с избирателями. Кто-то их предоставляет, кто-то не всегда предоставляет, учитывая небольшой размер нашего города. И с этим мы все постоянно общаемся и видим, как их работают прекрасно. Поэтому, если говорить о какой-то формальной стороне, формальную сторону может быть. В бумажной работе депутаты нашего города, может, на бумажной части ее не так исполняют. Но все они работают. Меня интересует, вот вы сегодня давали разрешение на аренду помещения, как я понимаю. МЖКС, сотрудничество с МЖКС. Не мы, а городской совет. Городской совет. Не я давал. Я понимаю, да. Ну, как бы, голосовали всем советом. Вы как председатель, секретарь городского совета. Можете ответить на этот вопрос. Тем более, я так понимаю, вы член комиссии. По поводу... Член комиссии. По какому именно объекту? Меня интересует центр протидеи коррупции. Почему им отказали? Что с ними? Этот вопрос разбирали профильные комиссии. У меня давно, как бы, на свой работе направило, и мое личное отношение, что есть профильные комиссии, и каждый должен срабататься на свои деятельности. Рассматривал бюджетные комиссии, это касается вопроса бюджета, рассматривал комиссии по коммунальной собственности. Потом рассматривал еще социальные комиссии, а потом все эти предложения, которые были. Эти комиссии выдали такое заключение. Это мнение наших коллег, они именно так и поддержали, поэтому, соответственно, сегодня не было излишних дебатов. Вы только знаете, по одному объекту был дебат, там, где была сотня, и вопрос о том, что там должны работать несколько коллективов, и тоже его просто решили просто перенести и рассмотреть. Это мнение комиссии, международный комиссии. Вы просто его озвучили, я так понимаю... Я просто озвучил, что это по мнению профильных комиссий. Ничего более, от себя и добавить. Не могу не заметить, что сегодня флешков нет в партии регионов. А их и на прошлой сессии не было. Не было, да? Мы тогда уже сказали, что мы деполитизируем деятельность Совета. У нас все политические партии, так сказать, отказались, так негласно от того, чтобы... Но они давно уже отказались. Ну, они давно отказывались, в принципе, рассматривали... Только партии регионов расстались. Ну, это решался вопрос, допустим, и среди депутатов тоже. Мы говорим о деполитизации постоянно. Давайте это продемонстрировать, что мы деполитизировали Совета. И сегодня вы заметили, что сегодня тоже у нас не было политдискуссий, кроме той, что случайно возникло, по немножко, может быть, заявлению зама городской уголовы случайно. И то она возмутила депутатов. Потому что мы говорим, давайте Совет без политики. Но сама организация партийная, она существует в Южном? На сегодня существует. Спасибо. На этом мы заканчиваем нашу трансляцию. Будем с вами прощаться. Простите за прерывание эфира. Это было связано с тем, что у нас случилась небольшая техническая неполадка. Всем спасибо. До свидания. До встречи в эфире завтра в 5 минут.